Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по первичным заявкам на пособия по безработице в 12.30 по GMT. После этого в 13.15 ждем отчет по промышленному производству США. И закрывать торговую сессию будут выступления голосующих членов американского регулятора Патрика Харкера и Лореты Мейстера. Очень важное фундаментальное событие, потому что это выступление по горячим следам выхода данных по инфляции. И это как раз будет риторика тех ответственных лиц, которые будут принимать решение по тому, что будет с ключевой процентной ставкой в США. Поэтому под конец текущей торговой сессии, я думаю, то, что волатильность на рынке снова увеличится. И мы будем следить за тем, что же произойдет с американским долларом. Ну а теперь давайте по порядку. Индекс доллара 104 пункта. Это не совсем те уровни, которые лично мне хотелось сегодня констатировать для вас после выхода данных по инфляции. Ну что уж тут поделать. Это рынок. Мы ждали отчет по инфляции и я допускал, что могут быть сюрпризы. Что индекс потребительских цен мог продемонстрировать положительную динамику. По факту никаких изменений в соответствии с прогнозами. Общий индекс потребительских цен снизился с 3,5 до 3,4%. Базовая инфляция, которая исключает такие волатильные компоненты, как продовольственные товары и цены на энергоносители, снизилась с 3,8 до 3,6%. После этого комментарии, которые были на рынке от аналитиков, то, что инфляция, инфляционное давление, безусловно, ослабло. Но еще рано говорить о том, что дезинфляционный тренд в американской экономике вернулся. Чтобы можно было говорить об этом, нужно дождаться еще на пару-тройку отчетов по инфляции, чтобы убедиться в том, что нет никаких отклонений, инфляция дальше продолжает неуклонно снижаться и двигаться к цели на 2%. Но я думаю, что это мало вероятно и, скорее всего, позже, в последующие периоды мы не раз можем убедиться в том, что правы были представители Федрезерва, которые отмечали, что американскому регулятору предстоит проделать еще колоссальную работу, прежде чем создадутся условия для того, чтобы инфляция двигалась неуклонно к цели на 2%. После выхода отчета по инфляции давайте оценим вероятность снижения процентной ставки в сентябре. Может показаться на фоне значительного снижения индекса доллара, что эта вероятность выросла в разы, процентов на 10, 15, 20 и сейчас уже составляет процентов 70. Но это не так, друзья. После выхода отчета по инфляции вероятность снижения ставки в сентябре прибавила всего лишь в пару процентов и сейчас оценивается в 53,8. Я думаю, что рано еще отказываться от длинных позиций по доллару. По крайней мере, я этого делать не буду, потому что индекс доллара это тот инструмент, который составляет основу долгосрочного ориентированного портфеля. И мне кажется, что вряд ли доллар вот так вот просто сейчас пустит на рынок продавцов и не окажет никакого сопротивления. Точнее, покупатели доллара не окажут сопротивления. Ведь до сентябрьского заседания, даже если предположить, что в сентябре американский регулятор пойдет на снижение ключевой процентной ставки, еще больше трех месяцев. И у доллара есть возможность, есть шанс, есть временной диапазон, коридор, чтобы отыграться. Будем дальше следить за макроэкономическими отчетами. Тем более, что сам Педрезерв нам ранее ясно дал понять, что все будет зависеть от статистики. И в текущих условиях пока что есть основания полагать, что на достижение цели по инфляции понадобится гораздо больше времени. В общем, я не рекомендую делать, друзья, поспешных выводов. Золото 2388 долларов за тройскую унцию. Максимум вчерашнего дня был 2397. Наша цель, напомню, 2400. Но по прошествии вчерашнего дня мы увидели снижение курса американского доллара. Сейчас сантимент не изменился, он, напротив, стал более выраженным с точки зрения подачи сигналов нам. Сейчас толпа трейдеров находится в коротких позициях, а толпа это 72%. Это очень много. И делаем вывод о том, что рынок пойдет по пути на меньшего сопротивления в сторону меньшинства. 20 с небольшим процентов находится в длинных позициях. Так вот, нам тоже нужно оставаться в этой когорте трейдеров. По этой причине сейчас полагаемся на локальную слабость доллара, снижение доходности американских облигаций. И можем ориентироваться не только даже на 2400, но и на движение золота выше текущих значений, выше данных значений. Евро против доллара 1,0887. Вчера было очень много европейской статистики. И в целом она, так же, как и данные по инфляции в США, совпали с ожиданиями рынка. В квартальном выражении рост ВВП еврозоны на 0,4%, в годовом экономика ЕС выросла на 0,3%. Промышленное производство рост на 0,8%, прогноз повышения на 0,5%. Из комментариев представителей ЕЦБ стоит отметить и главу Нидерландов, Центрального банка Нидерландов Клауса Кноте, который дал понять то, что ценовое давление в европейской экономике постепенно снижается. И начинает развязывать руки ЕЦБ для того, чтобы тот начал смягчать экономическую политику. То же самое отметил и глава Центрального банка Бельгии Унш, который отметил, что по его прогнозу ЕЦБ в этом году снизит ставку как минимум дважды. Завтра, друзья, данные по инфляции в еврозоне – это важнейший показатель для принятия фактического решения по изменению ключевой процентной ставки. Я предлагаю поддержать евро короткие позиции до завтрашней торговой сессии, посмотреть за реакцией евро на то, что будет. И если мы поймем, что даже на факте потенциального снижения инфляции евро никак, точнее продавцы не могут собраться силами, то тогда можно будет евро оставить в покое и впоследствии уже искать более оптимальные точки для открытия позиций. По другим финансовым инструментам S&P 500 – новый исторический максимум. С этим вас поздравляю. 5 340 пунктов дожимаем до уровня 5 500 пунктов. И сейчас идеальные условия для того, чтобы мы в ближайшие торговые сессии улетели к этой психологической планке. Доллар иена все ниже 154 иены за доллар. Причем иена устояла даже несмотря на выход просто катастрофических данных по ВВП. В частности, если говорить по квартальной экономической рост японской экономики, он состоял минус 0,5%. В годовом выражении экономика просела на 2%. И логично было бы предположить, что на таких слабых данных вряд ли Банк Японии продолжит повышение ключевой процентной ставки. Но, видимо, сейчас эта логика не работает. И, возможно, трейдеры сейчас решили воспользоваться ситуацией для того, чтобы отработать в этой валютной паре слабость американского доллара. В данном случае нам это на руку, потому что это единственная валютная пара, где я сомневался в росте доллара против иены и верил в японскую иену. Еще из-за того, что был уверен, что вот этот эффект либо наследие страха того, что Банк Японии в любой момент может провести валютную интервенцию, но будет и дальше оказывать поддержку японской валюте. Ну, в данном случае оказался прав. Поэтому ждем следующий уровень 150 иен за один американский доллар. Доллар канадец пара 1.36. Здесь наибольшую ставку продолжают делать на рынок нефти, который немного нам задолжал. Мы по бренду не видели 80 долларов за баррель, хотя вчера минимум был 81. И снижение нефти к этой психологической планке может усилить распродажи канадского доллара. Поэтому длинная позиция здесь в приоритете. Ну и сам рынок нефти 83 доллара за баррель. Вчера был опубликован прогноз от Международного антического агентства. Спрос на нефть снижит прогноз на 140 тысяч до 1,1 миллиона баррелей. Но этот прогноз был нейтрализован, скажем так, еще данными по запасам, которые в США выросли на 2,5, точнее снизились на 2,5 миллиона баррелей, что оказало локальную поддержку котировкам. Сейчас основной аргумент, который я продолжаю использовать, чтобы мы с вами достали до цели поддержки 80 долларов за баррель, это сантимент, который не изменился по прошествии вчерашней торговой сети, даже несмотря на то, что произошло с долларом. И сейчас по-прежнему примерно 70% трейдеров находятся в длинных позициях. Как и в ситуации с золотом, здесь мы делаем акцент на то, что рынок должен пойти против направления и движения толпы. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.